Медиа информ продолжает свою работу в прямом эфире. Наш телефон 737 73 10. Как всегда в это время и в этой студии мы говорим о самом дорогом, о наших детях. Сегодняшняя наша тема – горшки, капризы и отлучение от груди. Итак, наша сегодняшняя тема – горшки, отлучение от груди и истерики. Ну, кто скажет, что кто не научился до взрослого возраста пользоваться туалетом? Или кто требует в великовозрастном возрасте? Грудь, извините за тавтологию. Или истерит даже взрослый человек очень часто. Что такое детские истерики? Но тем не менее, еще дедушка Фрейд сказал, что по тому, как проходит туалетный тренинг, во многом можно судить о характере человека. Вот об этом мы сегодня и попытаемся поговорить с Верой Игоревной. Вера Игоревна, наверное, горшок, отлучение от груди и первые истерики – это как раз тот момент, когда маме уже нужны знания. Ну, конечно, потому что обычно именно в этот период сначала идет отлучение от груди, отлучение от соски и горшок, и капризы. Вот горшок и капризы как-то вместе, отлучение от груди и соска – это другая компания вместе. Но время там очень маленький период, перерыв между этими четырьмя, между двумя и двумя, между парами вот этих событий. Но они обычно у мам вызывают, не только у мам, но и у папы, у бабушек и у ближайших родственников, вызывают огромное количество вопросов, вопросов друг к другу, огромное количество советов друг к другу. И эти моменты, они вызывают огромное количество депрессий материнских. Я плохая мама, я не умею этого делать, он у меня не какает. Вот это первые мамины сомнения, да? Это не первые мамины сомнения, мы с вами помним, что первое сомнение появляется, когда мама с ребенком приходит и укладывает его в кроватку, садится и начинает, что я с ним буду делать дальше из роддома. Но это сомнение уже прошло, мама уже научилась кормить, она научилась различать звуки, гуления. Ребенок уже подрос, и ребенку скоро год, и возникает вопрос, быть или не быть грудному вскармливанию. Кормить или не кормить, да. И когда, вот это сакраментальный вопрос, когда отлучать? Когда-то в советские времена было четкое определение, что ребенка нужно отлучать от груди в год, максимум в год и месяц, потому что дальше молоко портится, оно становится неполезным, и детей нужно, то есть четко, в год и месяц вы не отлучили, значит вы плохая мать, а ребенок у вас ненормальный. Сразу скажу всем родителям, что это неправда, и это неверно, в день, в один день молоко не станет плохим и не испортится. Мало того, у ребенка же может возникнуть, что что-то тоже хорошее может тоже потом портиться. В том, что грудь, да, грудь для ребенка это очень важный объект, очень важный объект. Это объект и питание, это объект успокоения и объект всепоглощающий любви. Когда ему плохо, ему нужна мама с сисей. А даже мама без сисей, может быть, ей не нужна, но мама с сисей нужна обязательно. Особенно, когда страшно, когда я болею, когда я ночью просыпаюсь и не знаю, что там шуршит в углу, вот тогда мне нужна мама, а ее сися мне нужна бесконечно. Иначе все, все, мир разрушился, я сейчас же умру, мне безумно страшно. И начинается крик, скандал, мама в истерике, ребенок в истерике, папа ругается. В общем, все, все, все очень плохо. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Вы, Ясин. Говорите, пожалуйста. Я мама уже почти, мама трех детей, то есть мы ждем трех сезоночков. А со стороны у нас было очень сложно, когда звучали, очень тяжело звучали от других. И мне пришлось, наверное, обещать ему, что когда будет маленький, я его, так сказать, угощу или дам ему опять поползовать молоко. Сказано ли это или нет? Понятно. Спасибо большое. Вот сейчас на примере мамы, которая, да, третьему ребенку... Да, третьему ребенку, второму она пообещала, что она у третьего отберет, ему отдаст. Это не очень правильно, потому что, я так понимаю, что разница между детьми и маленькая. У второго, у младшего или у среднего ребенка еще не ушли воспоминания и вот эта вот память, генетическая память, теплоты груди и вкусом молока. Как только вы ему дадите это молоко, он тут же будете, вы будете кормить, знаете, как волчица Рема и Ромулоб. Да, будете в две стороны. То есть ребенок начнет регрессировать. Конечно. Мало того, что ребенок начнет регрессировать, ребенок будет ненавидеть следующего родившегося ребенка, потому что он забрал у него молоко, он забрал у него еду, а вместе с едой он забрал у него и у маму. Хорошо, Вера Игна, обещания уже есть, и ребенок ждет. Что делать? Ну, постепенно перестраивать ребенку, давать другие, другие, эти самые другие... Ориентиры. Ориентиры, да. Ребенку нужно говорить о том, что если вы... Вот здесь важно не перебдеть. Вот уже ошиблась мама. Все. Ну, не теряйтесь, ничего не потеряно. Вы родите себе. И когда ваш средний ребенок потребует у вас молока, вот тогда вы будете думать, что делать. Не нужно преждевременно... Ну, разбирайтесь, как у нас в Одессе принято, да? Я буду разбираться с этим тогда, когда это придет. То есть разбирайтесь с проблемами, да. По мере их поступления. Ну, пообещала, ну, бывает, ну, сделала ошибку. Но все нормально. Ребенок живой, здоровый, все прекрасно. А когда... Если он спросит... Мама, помнишь, ты мне обещала? Ну, ты понимаешь, так получилось, что у мамы мало молока, и мне нужно давать... Давай мы это заменим. Вот смотри, вот это то, что ты любишь. А хочешь, что он будет кушать молочко, а я тебе буду давать там любимое пюре, творожок, Антошка, они безумно его любят, вот. Либо еще какое-то параллельно. А ты будешь сидеть рядом со мной. Ты будешь рядом с мамой. Вот мамин бог будет рядом. И мамина рука будет рядом. Здесь я буду кормить, а здесь будешь ты. И мы с тобой будем вместе кормить его. Ты согласен? Я не думаю, что он не согласится. Мало того, здесь раз это третий ребенок, и есть же еще старший ребенок, здесь можно старшего привлечь. Вы уже взрослые, и вы уже кушаете вот это. А он еще маленький. Он маленький, глупый, ему нужно вот это. Он пока это не может, а ты уже можешь. Да, ты уже можешь, ты уже взрослый. Вот вы там с Ванечкой уже взрослые, а вот родится там Олежек, он еще маленький, он болявка. Он смотри какой, он еще и стоять не умеет, у него и зубов нет, а у тебя их, вон смотри, целых десять. Он не может кушать, а он не может. Да, да. Ну, то есть поиграть вот может быть. Здесь мама должна включать фантазию, потому что с маленькими детьми, вот этими детьми, которых мы отлучили от груди, очень важно включать собственную фантазию и не теряться. Почитайте Чуковского, почитайте всех, кого хотите, почитайте в конце концов Катаева. И там вы найдете очень много мыслей и словосочетаний, которые вам помогут поговорить с вашим сыном или с вашей маленькой дочкой. Но не забудьте, что это средний ребенок, ему очень тяжело. Вы сказали, включайте фантазию. Сейчас я покажу вам сюжет и вам и телезрителям. Сюжет не новый, но те проблемы, с которыми мы говорили с этими замечательными совершенно мамами, потому что вот получился такой срез, детки уже повырастали, но тема осталась. Смотрим сюжет. Приучение горшку и расставание с грудным кормлением. Ах, какие важные моменты в жизни всей семьи. Послушайте истории и советы с детской площадки. Замечательное качание. Кто больше катается? Сколько вам? Сколько? Годик. О, вы как раз мне интересны. Скажите, Годик, вы начали уже приучать горшочку? Уже давно. Как только начали сидеть, так и на горшочек сели. И как? Сначала играли с горшочком, на голову надевали. А теперь мы послушно сидим, сделаем свое дело и встаем на ножки. То есть не было проблемы, да? Нет. Многие родители, о, какая умница. И глаза разумные какие. А как с грудью, как с кормлением у вас? Кормим. До сих пор? Да, упорно кормим. И ночью, и днем, постоянно. Как будете отлучать? Не знаю, не задумалась еще над этим. Простите, пожалуйста, сколько вашему сыну? Ну, будет три старого. Три старого. Скажите, как горшку приучали? Проблемами без... Ну, в принципе, как пытались, начались проблемы. Потом решили, что не нужно так приучать его, да, так резко. А он сам пришел, как бы, ну, пытались, там, это, ну... Дома был этот период? Ну, с двух лет он уже все сам, уже просился, разговаривал, ходил, да. А с грудью как? Как отлучали от груди? Груди хуже, конечно. Тяжелее, да? Тяжелее, да. Там год и девять ему было, как бы, просто решила уже все, как бы... Ну, это как бы резко, конечно, ему было очень тяжело. Он помнил, да, и все время просил? Ну, там, плакал, истерики, ну, просто уже, ну, некогда. Договаривались? Ну, пытались как-то, конечно, ребенка успокоить же нужно было. Находили слова какие-то? Конечно, конечно, папа. Мамы вас смотрят, у которых это проблема, и говорят, не знаю, вот на улице, в парке просят грудь. Ну, папа занимался этим временем, пока, конечно, потому что, ну, нужно было... Если он со мной целыми днями, то, конечно, я не могу его так, ну, папа вечером, там, допустим, днем и на улице стараюсь, он пришел домой спать быстренько, сюда-сюда. Так, увлекающий мать, и папа взял на себя вот так. Ну, папа, старшая сестра. Сколько ему? Два с половиной. Два с половиной. Скажите, пожалуйста, известна ли вам проблема горшка, отлучение от груди и истерики? Что из этих проблем вам известно? Ну, двое, это точно. Первая и вторая. Горшок? И отлучение от груди. Было сложно? Ну, пока сложно. То есть у вас еще идет этот процесс, да? Вы еще кормите? Да. Все понятно. И он помнит об этом и требует, да? Ну, у нас осталось два кормления, которые на засып. Ну, мы успешно вообще-то с этим справляемся. Больше это для меня сложно, чем для него. Потому что я так уже привыкла к этому. Вообще, мне нравится. И поэтому я его так и кормлю долго на самом деле. Я вас понимаю. А горшок? Горшок? Ой, у нас так хорошо все с горшком было. У нас соседка старше нас. Она нам показала пример замечательный. И мы тоже ходим на горшочек. Вон, соседка наша на горке. Девочка чуть постарше. Когда детский пример есть рядом. Пример есть вообще отлично, да. Скажите, пожалуйста, как вы справляетесь с горшком? Ой, с ним это сложно. С мальчиком это сложно. А с ней было хорошо. Потому что, значит, ей было год и восемь. И как раз был июнь. Ну, удобно, длинные дни. И мы выходили, и как раз, ну, удобно. Вот, я не знаю, мне как-то никаких проблем не было. Сняли памперс и как-то, ну, за два месяца приучили. С девочками вообще легче. Мальчик, он же там должен стоять, там все такое. А с ним сложно. Вот он не хочет. Он кричит. Он надевает этот горшок на голову. Нет, это с ней, ну, пока у нас проблемы. А с ней, вот, у меня никаких не было вопросов. Главное, вот это хорошее время, когда май и июнь, надо приучать. Ну, или по августу, потому что зимой и осенью это сделать нереально, я считаю. А с грудью как вы справились, отлучали от груди? Я отлучила ее, мою дочь, когда ей было год и два, а его отлучила, когда год и три ему было. Ну, опять же, она легче. Я вообще считаю, что девочки, они более, ну, вы знаете, более сильные, более приспособленные. Значит, что? Ну, я старым дедовским методом. Ее просто грудь перевязала и все. Она сразу забыла. Опять же, это был август. Хорошее время, долго. Мы погуляли до полдевятого вечера. То есть она должна устать. Она устала. Пришла, успокоилась там, попила водички и заснула. И все, она даже полчаса поплакала, она ничего уже не помнила и забыла сразу. Но у меня молоко прекратилось где-то пять дней. Ну, перевязано. Он очень сложно. Это был февраль. Он кричал три недели. Я опять же там перевязана, оно соскакивает. Но я употребляла бромкриптин. Потому что я знала, что февраль – это очень. Он очень. И до сих пор вот он помнит. Сколько нам лет и месяц? Год и пять. Год и пять. Вот я сказала полтора. Как с горшком? Дела? Пока никак. Не можем. Мы ждем передачу, чтобы нас научили, как. Мы не можем. А что, какая проблема? Не хочет? Садится и через пару минут быстренько спрыгивает с него. И начинает плакать. Не хочет садиться. И все. И мы на пару месяцев выставляем этот вопрос. Опять пробуем. Опять та же самая история. Ну, вот утром после сна пытаемся посадить, когда должен сходить вроде бы. Рядом, мимо. Но не в горжок. Рядом, мимо, но не в чудные совершенно мамы. Смотрите. Во-первых, мамы стали долго кормить. Вы видите? Да. Они стараются... Стало модно. Стало модно. У нас сейчас дети либо вообще на искусственном, либо долго кормят. Либо долго, да. Да. А чем вы это объясняете? Ну, может быть, понимание матери, что действительно материнское молоко – это очень важный продукт для ребенка. Особенно в периоды жаркого лета, либо вот этих вот сильных вирусных периодов – это очень важно. Все антитела, все витамины – все это есть в грудном женском молоке. Оно помогает во всем. Это лекарства. А минусы? А минусы – это неудобства. Это неудобства мамы, предположим. Когда ребенок очень уж свободно, и он может прибежать, уже уходит, и в любой момент мама дай. Ну да, особенно мамы жалуются, когда это на детской площадке. Да, это на детской площадке, либо еще где-то вот мама дай. А когда это вот, как мамочки нам говорили, это перед засыпом – это очень хорошо. Это успокоение. Это ребенок успокаивается, расслабляется. И он полноценно засыпает. Без криков, без истерик. И спит. Просыпается. Но сколько это может длиться? Все равно нужно в какой-то момент этот процесс прекратить. Ну, оно может длиться, ну, год и восемь где-то, оно может спокойно длиться. Если это, например, на ночь или ночью. Ну, видите, одна из мам сказала, что уже не столько это необходимо ребенку, сколько это необходимо ей. Да, да. Ну, мама получала от этого тоже какое-то эстетическое удовольствие. И она еще ощущала себя мамочкой маленького ребенка. Это очень приятно. Мадонна, кормящая грудью. Это очень приятно. Это очень возвышает меня в глазах и окружающих, и в своих собственных. Это повышает мою, ну, понятно, мой какой-то статус. Вера Игрина, но чем позже ребенок отлучается от груди, там есть еще одна опасность. Опасность была такая история, это описанная история, когда мама, решив отлучить от груди ребенка где-то в три года, потому что уже считалось, что, ну, уже больше она не может и не хочет и так далее, она оставила ребенка на два дня своей маме под таким путем обрубания. Есть такая методика, да. А вот, оставила маме на два дня ребенка, вернулось, все замечательно, ребенок с восторгом ее встретил. Но потом, спустя какое-то время, они стали говорить, и он сказал, что ты не моя мама, моя мама уехала. Она сказала, как я не так, а кто я? Ты чужая тетя. Ты похожа на маму. То есть для него вот этот момент... Этот, а может быть, другой момент. Понимаете, просто его как-то связали именно с этим моментом, потому что он был травматичен. Да, есть в литературе такой метод, когда мама уезжает на несколько дней, оставляя ребенка с кем-то, с очень близкими взрослыми. Это может быть либо бабушка, либо няня, которой он очень доверяет. А мама уезжает. Вы знаете, у мамы у этой возникло... Оно здесь наслоилось несколько моментов. Три года. Да. Три года. То есть она попала, видно, на разгар кризисный. И поэтому... И поэтому так ребенок ей выдал такую демонстрацию. Понимаете, здесь нужно очень много говорить еще о других моментах. Ну, я об этом... Вот на этом-то я и хотела сделать акцент. Что в зависимости от того, в каком возрасте и в каком периоде находится ребенок. Конечно. Это очень важно. Это очень важно. Ну, очевидно, самое удобное, это до двух лет закончить все эти мероприятия. Если вам это не мешает, если это не мешает вашему мужу, если вы оба получаете от этого удовольствие, то кормите себя на здоровье. Оно только поддерживает вашего ребенка и охраняет его от каких-то заболеваний. Но это не только мое мнение, это и анализ этой какой-то статистики. Ну, дедушка Фрейд говорил, что оральный период нужно закончить в полтора года. Ну, вот ориентир. Да, да. Потому что ребенок же в оральную стадию своего психосексуального развития, он и получается, что он получает все свое развитие в основном через род. Вот. Главное, чтобы он потом не все тянул в род. Но, опять же, мы скажем с вами, что вот если перейти уже к горшку, да, то считается, что период начала осознавания того, что я хочу писать или я хочу какать, наступает где-то в год и восемь. Поэтому, если вы счастливы в девять месяцев, счастливы, а если в год он у вас не просится, это тоже не страшно, ему еще рано. Поэтому, мамочки, вы не переживайте, а у вас еще есть время до года и восьми, до двух лет, когда ребенок начнет осознавать, что ему надо. А иначе для него горшок – это игрушка, если не получилось сразу. А может, получится один раз, а потом 52 раза не получится. Тоже не расстраивайтесь. Эрина, я хотела закончить еще с грудью. С грудью закончу, да. Наверное, вот советы мамам какие-то, чего нельзя категорически делать. Ну, вот я вычитала, что нельзя категорически, да, то есть делать грудь невкусной, например. Да? Ну, да. Ну, то есть мамы чем-то марты. Или намазать, не дай бог, зеленкой, мама вот заболела, сися, да? Мама больная, сися больная. То есть для него это не сися больная. Это мама больная. Это значит травма. То есть вот этого делать нельзя, да? Это для ребенка травма. Это значит, что его самый родной человек начинен какими-то болезнями и чем-то плохим. То есть это может вызвать тот момент, когда мама в три года перестала его кормить, и ты чужая тетя. Ты больная тетя. Мама не имеет права быть вот настолько больной, что самая важная часть в ее теле для ребенка, она будет измазана зеленкой, и она будет больной. Этого нельзя делать категорически. Нежелательно мазать грудь тем самым... Чем-то невкусным. Чем-то невкусным, типа горчицы. Ну, это относительно тоже, понимаете, это все зависит от ребенка, от семьи, от наставления, вот от взаимоотношений мамы с ребенком. Конечно, лучше всего, вот когда мама перевязала грудь, да, или у нее молоко, в принципе, лактация, она уходит сама по себе. И период лактации, он заканчивается постепенно, постепенно, оно сходит на нет, и молоко переходит в состояние молозива, когда оно действительно становится не очень вкусным для ребенка. Полезным, неполезным, это мы опустим, но то, что оно становится не очень вкусным для ребенка, это действительно, так и ребенок сам прекращает это питание. Но, вот мама перевязала, в данном случае важно действительно отодвинуть ребенка чуть-чуть от себя, пусть кто-то прихватит. Вот видите, одна из мам хорошо рассказала, она, в общем-то, дала совет. Муж вечерами, вот когда было вечернее такое время, он взял на себя. И заменить грудь тактильным весельем. Папа должен делать мелкие массажи, растирать ножки и ручки. Альтернативу. Играть с ребенком, сюсюкаться, делать ему такую вот козу. То есть ребенок должен быть нанянькан очень хорошо в этот период. Но мама должна быть закрыта вот так, груди не должно, при этом, если вы перевязали грудь, все ваши халаты вот с такими декольте должны быть закрыты. Должны быть закрыты в шкаф как минимум месяца на полтора. Вы должны ходить с закрытой полностью майкой, а сверху ваш халат, чтобы ребенок не чувствовал вашего запаха. Кстати, о запахе, это тоже очень важный момент. Это очень важный. Чтобы ребенок не чувствовал и не видел вашей груди, которая для него сейчас, как будем говорить, красная тряпка для быка. И тогда все пройдет нормально. Но если вы в нормальных отношениях с ребенком, и вот этот вот период отодвигания, это один из периодов сепарации, разделения себя и ребенка, отодвигания ребенка от себя. Он еще долго будет вашим, очень близким, очень любимым. Между вами очень долго еще будут вот эти вот психологические нити. Но вот самая главная нить, она будет немножечко отодвинута, разрезана. Хотя он все равно развивается ребенок. Говорят, что долгое кормление останавливает его в развитии. Это неправильно. Ну, были такие версии у психологов о том, что, в общем-то, вот эта самость, она хуже развивается. Если ребенок прикрован к груди до длительного периода. Да, да. Но это уже сейчас четко доказано, что это ошибочное мнение. Потому что ребенок тогда в покое и в удовлетворении развивается намного лучше. Здесь, для него главное, это мама рядом. До трех лет мама должна быть рядом. И желательно кожа к коже. Есть такой вот глаза-глаза, рука в руке, мы говорили. Но есть еще вариант кожа к коже. Тогда ребенок спокоен. Мама есть, значит, все стабильно. Все хорошо. Я могу играть. А если какие-то проблемы, то тогда у ребенка начинаются действительно травмы. То тогда мы начинаем воспитывать какие-то... Начинают проявляться психические болезни. Начинаются появляться травмирования ребенка. Начинаются крики, плачи, истерики, упрямства. Оно само по себе будет к трем годам. И, наверное, очень важно не совмещать отлучение от груди и еще, например, приручение к горшку. Нет, это не нужно. Вот не совмещать какие-то две очень... Какие-то, да, две серьезные вещи. Кроме того, ни в коем случае нельзя отлучать ребенка от груди во время его болезни, во время ваших каких-то переездов, переходов, либо в каких-то нестандартных ситуациях в вашей семье. Тогда ребенка ни в коем случае отлучать от груди нельзя. Воспитывайте его, в данном случае мы говорим об отлучении от груди, когда он у вас здоров, когда вы в нормальном расположении духа, когда вы устойчивы, когда вас ничего не раздражает. Потому что как только у вас есть потусторонние какие-то раздражители, и тут ребенок, который хочет вас, все, у вас упадет это 100% планка, и все ваши негоразды семейные будут на ребенка сброшены. И вы будете на него накричить, а может быть даже и где-то шлепнете. То есть сорветесь. Сорветесь на ребенка, а потом будете страдать и плакать, корить себя, и рассказывать самой себе, какая я плохая мама. Вера Игна, одна моя знакомая рассказала, как она это делала, и мне показалось, что такой совет можно дать маму. Она купила две одинаковые чашечки, вот такие с клювиками, поилочки. И к моменту, когда она сказала, я такую вкусняшку купила, налила себе в чашечку и ребенку. И завела ритуал, что мы перед сном должны из этих волшебных чашечек какой-то кефирчик она покупала. Она говорит, и в общем-то сам факт, что мы опять вместе, мы с этими одинаковыми чашечками, мы вдвоем очень это вкусно, а завтра мы купим что-то другое. Она говорит, я экспериментировала там с разными йогуртами, кефирчиками и так далее, но то, что можно ребенку, наливала себе. Вместе распаковывали. То есть она превратила ритуал кормления в ритуал. Ритуал в ритуал укладывания спать. Это очень важно, это очень умная мама. Потому что, в принципе, все же кормежки, вот эти грудью, они вечерние чаще всего. Мама оставляет их на вечер. Да, вечерние и ночные. Если вы ритуалы немножко измените, уберете оттуда грудь, вместо груди у вас будут поилки, вместо груди у вас будет молочко другое, вместо груди у вас будет массажик, теплая ванна, сказка, песня колыбельная, какие-то легкие, очень нежные игры возле постели и укладывание спать, то я уверяю вас, что ребенок без проблем уйдет от грудного вскармливания. Ну а мы сейчас уйдем на несколько минут на рекламу. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»